здравствуйте друзья я иногда рассказываю что у нас в школе происходит и вот такая будет сегодня у нас передача о том что происходит в школе точнее о тех новшествах значит которые мы внедряем и если кто-то планирует нас учиться в онлайне или живьем значит они должны должны быть в курсе мы как бы сказать усиливаем ту часть нашего процесса где мы готовим народ к выходу на рынок труда то есть раньше мы как делали но у нас был урок по поиску работы у нас была масса видео которые так особо никто не смотрел а даже если смотрел то в общем то так не очень грамотно отыскать пользовались и частью процесса было что ну скажем повесив резюме надо из повесив сделав профайл на дать и человек должен прийти и показать мне чтоб я сказал что подправить но даже вот эта часть чтобы например подправить понятно что он не может сразу нормально сделать но 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 скажем уже прийти и показать и сказать что подправить да это уже серьезное дело тоже половина никогда не придут вот таким образом значит мы как-то смотрим что процесс неуправляемый становится и люди которым ну не светит что ли на рынке они оказываются на рынке и в общем то надо было что-то с этим делать да то есть как-то повысить качество и шансы тех кто на рынок выходит поэтому процесс сейчас будет такой два этапа два уровня что ли подготовки к прохождению интервью и к выходу на рынок первый уровень это когда студент идет на практику в компанию то есть он должен естественно он должен сдать там midterm он должен сдать final то есть он должен как бы квалификацию так определенно проявить чтобы попасть на этот процесс но дальше идет то что мы называем сейчас интервью клиренс раньше это было два уровня это был мог интервью такой более технический и просто уже клиренс где там речь шла tell me about yourself почему почему ты в профессии там и так далее вот сейчас будет один уровень и в этом уровне будет и технический разговор и расскажи о себе там и так далее все в одном будет происходить но идея такая что человек не должен попасть на этот клиренс без того чтобы в письменном виде ответить там на десяток вопросов которые должны быть значит он сначала присылает ответ а когда мы видим что ответ удовлетворительный тогда мы его допускаем до процедуры где он ответ должен рассказать хорошо вот если он все хорошо сделал то соответственно отправляется на практику то есть существенно что он не попадет без того чтобы подготовиться сейчас что происходит они ходят на эти моки и клиренсы по пять раз не готовясь вообще то есть как бы то есть если бы с них деньги может брали какие-то за то что пришел вот на тебя время потратили так далее может они как-то готовились бы а сейчас не готовится может один из пяти а там четыре из пяти никак не готовится пойдем посмотрим что там вообще как оно какое-то такое настроение как бы сказать обреченного на самом деле на неудачу человека рада они так радостно не то что они так радостно вот в роли обреченных и это это нужно прекращать как-то в общем мы меняем процесс в попытке прекратить вот эту радостную обреченность соответственно он должен написать все от вопросы известны зачем должен написать ответ свой ответ под себя ответ так дальше пропускают и он должен рассказать после чего он движется в компанию на практику на интервью после того как он пришел с интервью я здесь пришел с практики в компании мы делаем ему резюме с учетом этой практики новое резюме и он должен пройти еще один клиренс значит если первый был клиренс для интерншипа для практики то следующий клиренс будет относительно рынка труда то есть он должен будет показать историю того как он в компании работал чем занимался то есть на самом деле все то что его спросят нет не то что мы как-то его пытаемся помучить а мы пытаемся прежде чем выпустить его на рынок убедиться что он в состоянии поговорить о том о чем его неизбежно спросить вот такие такие мучительные процессы унизительные можно сказать человека спрашивают чего он делал а он ответить не может вы не знаете насколько люди не могут двух слов связать о том что они там скажем 2-3 месяца делали соответственно если он или скажем так пока он не пройдет этот процесс значит он не получит этого резюме и он как бы не получит всего остального что там к этому резюме идет и он не будет считаться выпустившимся и он не получит сертификат не то чтобы сертификат был кому-то сильно нужен не то что я абсолютно этого не хотел сказать но я хотел сказать что он не считается закончившим то есть мы мы как бы не говорим этот человек у нас не не учился в том смысле чтобы закончить наш курс значит закончить курс он должен прийти с практики и кое-что значит продемонстрировать я вспоминаю между прочим после четвертого курса в институте связи вот научились пять лет после четвертого курса мы проходили практику одну я проходил где-то на московской телефонной сети где-то на щелковской какая-то станция телефонная была там месяца полтора или два я там был а потом еще мы были месячишка в твери тогда это называлось калинин в твери на телеграфе центральном города калинина и каждый раз когда мы были на практике значит там был какой-то проверяющий там из института связи он приезжал вопросы задавал то есть не то чтобы студенты шли там на практику и дальше там ну и и хрен с ними не было вот даже вот сколько уже лет прошло но почти 40 лет назад вот такая система была то есть за практику надо было отчитаться я честно говоря не помню писали ли мы какие-то отчеты письменные вот вот убей не помню вылетела совершенно из памяти но то что контролировали делали там какие-то инспекции там приходили на это место на нас писал какой-то отчет тот кто нами занимался на этой практике он какую-то не то что рекомендацию но что-то он писал такое про нас как мы там это все делали то есть это наверное какой-то зачет за это ставили даже не знаю но в общем поскольку практика предназначена для того чтобы потом пойти на рынок и там успешно значит действовать соответственно мы значит пытаемся убедиться что человек пойдя на практику и вернувшись с нее в состоянии успешно действовать для этого надо немножко подготовиться это не не то чтобы там как сказать какие-то горы свернуть но вот ты был на практике расскажи о компании где ты был расскажи какой проект ты делал что там в общем расскажи как ты делал вот пишут там делал там regression тестинг ну расскажи как делал вот для каждого нового там релиза там билда делал ну расскажи как там как билды еще как ты об этом знаешь что включено там ну вот как на практике как и вы не видите какая-то невероятная проблема да кроме того человек должен описать то что он делал виде буллетов каких-то соответственно это тоже требование потому что человек который сам буллетов не написал он не в состоянии рассказать ничего тут у нас вышел не могу сказать конфликт но типа значит молодой человек был на практике и ему там менеджер по доброте душевной взял написал там какие-то буллеты вот то что менеджер считает что он делал там на практике как-то написал так профессиональным языком менеджер сам у нас лет 20 назад учился вот значит он ему написал мало того поскольку ко мне все резюме приходят то я могу сказать что один в один слово в слово то же самое написал то может быть еще десяти человеком за последние полгода то есть грубо говоря это неплохо что он написал но это не то что ты можешь взять и copy-paste в резюме понимаете это с этим надо работать кроме того что студент сам тоже должен свои буллеты писать и вот он мне говорит мы ему говорим а где твои-то буллеты это менеджер написал мы уважаем но ты-то чего а зачем я буду если мне менеджер там а смысл в том что те буллеты которые ты сам пишешь значит ты спрашиваешь себя что я делал соответственно ты формулируешь что-то потом когда тебя спросят у тебя рассказ какой-то получится если ты сам не написал если тебе что-то скинули так откуда же возьмется рассказ то откуда возьмется успешное прохождение интервью и так далее когда мы начинали вот это эти все дела там 22 года назад как раз вот сейчас 22 года исполнил значит рынок был такой большой что может быть не прям когда начинали но через годик два три вот так рынок уже стал такой большой что можно было идти на него и тренироваться то есть ты мог сказать себе я не не дорожу там одним интервью другим интервью будет 5 так 5 будет 10 так 10 тоже было легко получить там 10 интервью с когти надо интервью я помню женщина одна была она что-то у и это у нее заняло 22 месяца после него там было по три по четыре по пять на неделе бывало по два в один день там и так далее да не вопрос вот сейчас такого нет сейчас как бы получить интервью стало сложнее народу больше с одной стороны и начинающих не так хотят как более опытных войти сейчас у людей нет времени у компании нет времени заниматься тем чтобы кого-то подучивать сил нет времени нет сейчас вот они в этом своем отжалили у них аутсорсинг там по всему миру они в 6 утра вскочили побежали в какую-то конференцию там в онлайне потом перед сном там 12 они опять какой-то конференции и они круглые сутки вот так и у них просто нету сил вводить в бой но в новых как бы новые подкрепления воды поэтому вот это подкрепление оно должно быть более подготовленным или во всяком случае производить впечатление более подготовленного ну так можно сказать поэтому получается что сейчас сложнее получить интервью почти задают вопросы если раньше никого вообще кроме тебя не было и говорили ну уже хорошо хотя бы этот то сейчас они говорят ну может еще кто то есть там народ то много вот и получается тот кто подготовлен тот проскакивает а тот кто не подготовлен тут не проскакивает и уже практиковаться не на ком понимаете нет тех там 40 интервью зам за полтора-два месяца которые раньше можно было легко получить вообще будучи не в состоянии отвечать на простые вопросы поэтому мы сейчас начинаем ценить интервью и говорим интервью это ценность поэтому если ты лучше подготовлен ты во первых лучше получаешь приглашение на интервью производишь лучшее впечатление на рекрутеров или тех кто из компании звонит значит там скрининг делает ну и соответственно самом интервью то есть мы хотим повысить эффективность прохождения интервью интервью нет не место где люди сильно тренируются вместо того чтобы тренироваться до вот а интервью это место куда люди идут получать работу безусловно есть некоторый опыт в прохождении реальных интервью допустим человек который проходит третье интервью он делает это увереннее легче как-то он меньше под стрессом находится чем когда первый раз а если который из первого же интервью такие они общительные у них все легко там и так далее полно народу получает работу с первого интервью примерно я бы сказал каждый третий получает работу это на протяжении большого промежутка времени могу сказать что вот последние 20 лет я за этим наблюдаю примерно треть народу одно интервью бах работ вот но сейчас как бы не получается что больше времени уходит на получение этого интервью на его так сказать добычу да так что аналогичный процесс у нас происходит сейчас и в онлайновом классе вот тот класс который сейчас идет он практически закончился но последние несколько занятий мы растянули во времени раз неделю мы сейчас встречаемся с тем чтобы они уже были на рынке чтобы я мог больше поучаствовать в том что там с ними на рынке происходит вот поэтому мы немножко растянули класс во времени и у них та же самая история у нас есть кристина которая в skype там их всех контролирует в рассказе там расскажи о себе сначала я это делал вместе с кристиной потом кристина там при мне потом она сама но я за каждым человеком который этот процесс проходит я смотрю видео который кристина записывает skype она записывает и я посматриваю и говорю в итоге там годится не то есть я делаю итоговую оценку вот но надо сказать что получается неплохо то есть у них есть много записей они знают все вопросы заранее они должны написать ответ вот так же как то что у нас сейчас будет в дневных классах в смысле не дневник на кэмпусе вот так что те кто приедет к нам на кэмпус а ближайшая группа начнется у нас двадцатого же сентября и онлайн и фуллтайм там где ребята приезжают что-то солнышко вот так рукой буду держать двадцатого сентября в один день обе группы начнутся вот они уже все будут идти по этой системе на самом деле 3 августа у нас началась группа которая будет вот так идти то есть уже уже есть ребята которые учатся и они пойдут вот в такой схеме я надеюсь что будет лучше во всяком случае в онлайн-классе мы видим что это работает так что такие вот дела счастлива